Удар, подача, створ, отскок – привычные термины для любителей футбола. Мини-футбол в этом плане ничем не отличается от большого. Удар по мячу – прием, требующий хорошей физической и технической подготовки игрока. Правильная техника отрабатывается на многочисленных тренировках. Это поможет уберечь игрока от лишних травм. Важно определиться, какой элемент применить и кому передать. Хорошие удары в футболе возможны благодаря своевременному принятию тактического решения, идеальному приему мяча и правильной технике. Вот уже четвертый год десногорские школьники отрабатывают и применяют эти правила, чтобы определить сильнейших футболистов. Цели и задачи всегда ставятся такие, чтобы привлечь ребят к занятиям физкультуры и спортом посредством мини-футбола на траве. Условия, в принципе, у нас всегда есть, все хорошие. И желательно выявить сильнейших собой, ну а также кого-то присмотреть, что ребята могут прийти на секцию занятием футболом. Для футболиста важны способности набирать скорость, правильный подбор положения ноги, выработка ритма разбега и продолжение движения после удара. Однако главным героем матча зачастую становится голкипер. Именно от его работы и мастерства зависит, сколько мячей влетит в створ ворот. Вратарь – это фактически главный игрок, и на него должна быть основная работа, потому что он отбивает мячи, а если не было триатра, то бы все мячи летали в ворота, и мы бы этого проиграли. В турнире принимают участие школьники с 11 до 17 лет в трех возрастных категориях. Игры проходят по круговой системе в каждой группе. Выявить сильнейшего не так легко, как могло бы показаться. Несмотря на юный возраст, команды проявляют недетское упорство и напряженную борьбу. Они не спешат уступать сопернику. Впереди еще финальные игры. И кто станет лучшей командой по мини-футболу на траве в этом году, пока сказать сложно. О результатах турнира вы узнаете из наших следующих выпусков.